Австрия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации вступает в тотальный локдаун, который продлится до 6 декабря. Все это время в Австрии не будут работать крупные магазины, школьникам придется учиться дистанционно. Канцлер Альпийской республики Себастьян Курт сообщил о намерении властей продолжить добровольно сдавать анализы на инфекцию учителям и подготовить до Рождества условия для тестирования более широких слоев населения. В Германии оценивают результаты частичного карантина, действующего с начала ноября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что эти меры позволили остановить экспоненциональный рост количества инфицированных. Однако глава правительства призвала граждан еще больше ограничить социальные контакты из-за пандемии. Полноценный запрет с главами 16 федеральных земель согласовать не удалось. Власти Швеции, отказавшиеся от жестких ограничений, в первую ковидную волну, меняют курс. С 24 ноября в стране будет введен запрет на собрание численностью более 8 человек. С 20 ноября в барах, ресторанах и ночных клубах запретят продавать алкоголь с 22 часов. В последние недели в стране отмечен рост числа заболевших, из-за чего система здравоохранения начала испытывать большую нагрузку. Швейцарский кантон Женева в ноябре вошел в число европейских регионов с самым высоким уровнем заражения коронавирусом. Здесь на 100 тысяч населения приходилось 6 тысяч инфицированных жителей. Врачи местных больниц забили тревогу. После введения жесткого карантина ситуация начала выправляться, но по-прежнему остается серьезной. Как передает BBC, в Иране из-за резкого роста смерти от COVID-19 в субботы вводится первый локдаун. По прогнозам, количество смертей за сутки может вырасти вдвое, а больницы не смогут справиться с потоком заразившихся. Детали локдауна пока не объявлялись, но у каждого города и района будут свои ограничения в зависимости от сложившейся ситуации с распространением коронавируса. Предположительно, на две недели будет введен запрет на передвижение между населенными пунктами. Работать смогут только продовольственные магазины и аптеки. За исполнением мер будут следить полиция и корпус стражи исламской революции. Ранее власти не решались вводить полный локдаун, поскольку не могли оказать финансовую помощь жителям и частным компаниям. С октября в стране фиксируется более 400 смертей в сутки. Власти предполагают, что с учетом умерших, не тестировавшихся на коронавирус, реальная цифра смертности может быть в три раза больше. У правительства нет другого выхода, кроме как ввести локдаун для борьбы с этим разрушительным вирусом. Я объявляю повсеместную мобилизацию для борьбы с третьей волной коронавируса. В США количество заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 11 миллионов, а количество пациентов в больницах растет рекордными темпами. Всего от коронавируса в стране умерли почти 250 тысяч человек. Строгие карантинные меры вели штаты Мичиган и Вашингтон. Со среды в Мичигане старшеклассники и студенты колледжей переходят на онлайн-обучение. Рестораны не смогут обслуживать посетителей в зале. В Вашингтоне закроются спортзалы, кинотеатры, театры и музеи. Между тем, Белый дом заявил, что надеется с декабря начать вакцинировать по 20 миллионов американцев в месяц. В настоящий момент ни одна вакцина в стране еще официально не одобрена, передает BBC. В Австралии работник гостиницы, в которой живут люди, которым необходимо соблюдать карантин, заразил 13 членов семьи. После выявления случаев заражения власти штата Южная Австралия увеличили количество проводимых тестов и ввели новые ограничения. Иностранцам запрещено въезжать в страну с марта. Но граждане Австралии и люди с видом на жительство могут вернуться при условии отбывания обязательного 14-дневного карантина в специальной гостинице. Примерно пятая часть заражений в стране была выявлена у этой группы людей. По Франции вторая волна эпидемии приближается к пику. Премьер-министр заявил, каждые 30 секунд новый пациент поступает в больницу и каждые три минуты в реанимацию. Невзирая на это, тысячи католиков вышли на площадь с протестами и требовали разрешить ходить в костел. Протесты и в Японии. Там могут отменить новогоднее торжество с участием императорской семьи. Обычно в январе десятки тысяч японцев собираются перед дворцом в Токио, чтобы увидеть императорскую чету. Хотя в стране каждый день фиксируют по тысяче новых случаев заражения COVID-19. Люди недовольны, что праздник под угрозой.